Доброго денёчка, товарищи! С вами Беброс, Танцующий Титан и его Мигрень. Сегодня пятница, а пятница день Зура, так что давайте глянем, что он принёс. Стоит он, в принципе, вот тут в главном здании, как обычно, ничего нового. Ну вот смотрите, уже сколько людей собралось, давайте-ка и мы тоже глянем. Так, открываю. Там-тар-тар-татан. Понятно, ребята, очень-очень даже неплохо, мне так кажется лично. Ну давайте разберёмся по делу. Так, первый это Крестуф Алфалупи. Мне он выпал на этой неделе в Найтфоле, я его уже прокачал. Стоит ли покупать? Действительно стоит, потому что на Трайло Фассарис это реально крутая вещь. Наконец-то ей нашлось применение, потому что раньше был только простой скирмиш, и скирмиш это, ну это скирмиш. А Трайло Фассарис, о, это Трайло Фассарис. Так что вот, ребята, Титаны, кто играет в Трайло Фассарис, купите себе это тело, не помешает. Тем более интеллекта 165. Какие у него перки, чтобы так быстро рассказать. В общем, вы поднимаете быстрее, вас поднимают быстрее, и плюс вы больше шаров света бросаете, когда используете супер. Также можете носить больше амуниции для специального оружия, то есть во вторую ячейку. И такой менее значимый, можете носить больше патронов для алторайфлов. Ну на Трайло Фассарис алторайфлы никто носить не будет в здравом уме. Дальше Аклеофедж симбиот, шлем для Хантера, тоже мне недавно выпал из ингра, мы его на прошлой неделе видели, я открывал при вас. 120 дисциплины, ну так не очень, конечно, но вы можете кидать дальше гранату. Голден Ган ваш получает еще один выстрел, круто, круто, круто. И плюс вы получаете еще больше суперэнергии, убивая людей с гранатой. Очень крутой шлем для ПВП, однозначно. Дальше перчатки, Nothing Manacles. Ребята, варлоки, поздравляем, давайте вместе, поздравляем. 42 света, 45 интеллекта, дисциплины 68, в общем он включает трекинг, то есть преследование для вашей скатер-гранаты. Плюс вы можете носить еще одну скатер-гранату, то есть очень круто, конечно. Я боюсь, что это уже будут носить даже в конце, то есть следующей недели. Уже увидим людей с прокачанными перчатками и начнется карнавал. Также вы можете дальше кидать гранату и плюс кулдаун вашей гранаты, то есть время остывания уменьшается с тем, когда вы поднимаете шары света. Дальше Patience of Time. Хорошая-хорошая снайперка, которая может найти применение. Некоторые используются в ПВП, можно использовать в Nightfall'ах с арко-уроном и прочее, прочее. Очень прикольно. Иногда может даже я использовал просто перк этого оружия для того, чтобы поднимать друзей под огнем. Потому что я титан и у меня других вариантов нет. Вы получаете камуфляж, когда прицеливаетесь с этим оружием. То есть прицеливаетесь раз, два, через две секунды у вас есть время, вы исчезаете, вы можете подойти и поднять товарища. Главное не отпускать прицел. И плюс радар остается активным, когда вы прицеливаетесь с этого оружия. Классное оружие есть, монетки покупайте. Дальше зеленая манга, энграммки на перчатки, потом телеметрия, потом апгрейды тюнинг для наших велосипедов и хэвики. Хэвиков куплю парочку. Вот так сделаем. И можем купить Mode of Flight. О, слава богу, хоть не надо нажимать по тысячу раз. Ну, я куплю парочку, так. Потому что эти монеты с Трэндж Коин, зачем их так много, да? И все, и давайте покупим парочку вот энграммок. Я хочу получить перчатки на Титан. Это единственная новая вещь, которая мне действительно нужна. Но, вы знаете, шансы тут очень-очень маленькие. Пам, и давайте еще купим. Раз, два, три. Сколько-то мне надо-то? Надо было подумать. А, вот еще два. А, нет места, а? Вы же собаки. Ну ладно, да, блин. Надо какую-нибудь хрень удалить ненужную. Пам-пам-пам. Ну вот эти адидасы мне никогда не нравились, нафиг их. Для меня их нести в банк. Еще и вам видео дольше смотреть. И еще одну энграммку. Так, ну, ребята, пойду при вас открою. То есть, вот такие вот пироги. Неплохая неделя, хорошая. Для варлоков, по-моему, вообще супер. Для снайперов, кого нет patience in time, тоже классно. Ну, давай, синий мудачелло. Покажи нам, что ты можешь дать взамен. Don't touch me. Идите в жопу. Feedback fans. Ребята, то, что я хотел. Тарабара, пау, пау. Зачем я так много энграмм-то покупал? Жесть. Sunbreakers. Younger Hamkar Spine. И No Backup Plants. Вот и все, ребята. В принципе, я получил то, что хотел. Я тоже теперь доволен. Правда, потратил все монеты на это. Но ничего, зато шардов будет куча. Так, вот эти вот перчатки. Очень классные. Я сейчас не буду рассказывать про них, чтобы не затягивать. Ну, главная фишка того, что когда вас атакуют с мели, вы наносите урон по кругу. Кто знает мою тактику для контрола, они поймут, для чего мне это нужно. Потому что я стою под пузырем в Armor Flight и просто мешу всех мели. Туда заходят, тоже бьют мели. И начинается карнавал. В общем, спасибо за внимание, товарищи. Надеюсь, вы нашли что-то полезное. Простите за мой уставший голос и вообще такой какой-то хрипотцу. Ну, я вам желаю хорошей недели, хорошего дропа и просто быть хорошими людьми. Спасибо за внимание, товарищи. До свидания, товарищи. Ура!